Привет всем! С вами Киборжики, это канал DotaKip и это Grand Final Dream League Na'Vi против Fnatic'ов. Почему комментирую я, а не какой-нибудь VELAT или другой какой-то, не знаю, кастер? Да потому что звук просто очень ужасный и я решил, что мои даже непрофессиональные комментарии будут намного лучше звучать, чем тот звук, который сейчас есть. Я вам даже могу просто включить его. Вы послушайте. Ну, я думаю, вы включили и просто поняли, в чем прикол и почему я был комментировать. Я постараюсь это сделать хорошо. В принципе, я не в первый раз комментирую. Так, ладно. Так, мы начали. Ну что, давайте начнем. Так, так, так. Игра, как всегда, приостановилась. И так, у нас на Энигме. Да, не достался ему ни любимый Клокверк, ни Дум, который он божил совсем недавно. Поэтому, ну, посмотрим, как он отыграет. Будут ли у него такие шейкл-шоты, как были у Дэнди постоянно. Так, сейчас давайте поменяем, поменяем, поменяем разные приколы. Тремор, вау, 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 вау. Так. Какие-то паузы тут связаны с тем, что у бродкастеров проблемы. Конечно же, если появится нормальный звук на Дота ТВ, я переключусь на Вилата, пускай он дальше стримит. Я хочу просто сидеть и наслаждаться игрой, откинуться себе, там, попивать водичку. Ну, вы поняли. И наслаждаться, просто наслаждаться. Тем более, если это будет 5 игр, я тут не знаю, что со мной произойдет. Так, давайте посмотрим, что у них там по затарам. Так, щит, щит, варды. О, их неогненная лама. Такая крутая на самом деле. Так, Дарксир, Дарксир, все. Ну что ж, мы видим, команда Фнатиков и команда Нави пошли все на низ. И вполне возможно, что они смогут вот тут вот пересесться. Смогут ли они пересесться тут? Так, Хвост. Хвост идет первым на Луне. Я бы так не рисковал, потому что там есть кому зацепить. И догнать всегда смогут. Так, уже увидел вот Рикси. Но они почему-то разбегаются, да. Ой, тут Белочка прыгает. Ну, Дэнди, понятно, на Темпларке мид. Это один из лучших его персонажей. Играть он умеет явно. У Фнатиков, естественно, лучший дабл это Тинни с виспом. Самый большой винрейт. И многие просто не знают, что противопоставить им. Потому что они могут то в драку вырываться, то пойти в бараке. Просто прыгнуть, Тинни за три удара сносит. В драку, ТПшится и все. ГГВП. Так, хвоста, походу, оставили одного в харду. Трипла идет в легкую. Ну, Дэнди, мид. Что тут думать? Тут и так все понятно. Ну что ж, посмотрим. Как у нас начнется игра. Открыто добито, отнято. Естественно. Стандартная расстановка. Висп с Тинни в миде против Темпларки. Ну как стандартная? Вообще в пабе вы такого, конечно, не встретите. Она стандартная для Фнатиков. Не раз они уже показывали нам эту расстановку. Хвост у нас спокойно фармит. Ему Хани вообще никак не мешает. Пупей тут тоже фармит с Эммочкой. И мы видим фризы. Уже пошли фризы. Да, в последнее время очень много лагов. Лаги не только у меня. Вы видите в чат. Тут внизу я его даже не отключал. Специально, чтобы вы понимали, что запись, трансляция, все идет в живом времени. Это не просмотрено, ничего. Я не знаю, никак не подготавливался. И так. Оно пролагало. Фёстблат мы вроде бы не упустили. Смотрим, подобитым крипом у нас хвост впереди. И опять лаг. Да что же это такое? За ним идет, конечно же, Дарксир. Идет Трикси. Да. Трикси. Да хватит уже меняться. Эра. Эра. Тут гоняет немножко Дэнди Мона. Ну, конечно же, ему помогает Нотейл. Единственный плюс у Дэнди, что у него уровень будет больше. Но подобитым крипом вряд ли он в салат разорвет мид. Мы и так видим, что уже в два раза больше Эра зафармил. Но ничего, с прокачкой пассивочки Дэнди станет легче фармить, легче прогонять виспа и так далее. Странно видеть Хани не в меде, но я думаю, в легкой он тоже отстоит. Тем более, это пак, у него есть эскейпы хорошие. Сможет уйти и от кристалл Мейден, и от всех. Что делает Флай? Ну, Флай у нас навызывал своих медальончиков, ну, и долончиков. И спокойненько фармит лес. Фаник тоже отводит на боковой спаун крипочков и зафармливает его по чуть-чуть. Что у нас там на меде? На меде все живы, все здоровы, даже не покоцаны. Идет третья минута игры, у нас нет ни физблада, ничего. Эра немного быкует, отгоняет Дэнди. Ну, у Дэнди есть щиток, который, по крайней мере, выдержит еще три попадания. Так. Нет, он больше не выдерживает. Так. Видим, у нас тут замес какой-то. Кроки ловит Флайа с ЦМочкой, но не могут. Тут прибегает 3х, и это фестблат на ЦМке. Да. Нави отдают ФБ. И... А Дэнди в это время фармит. Дэнди в это себе спокойненько фармит. Первым он максит щит, как он там называется, Refraction. Я за темпуарку немного играл, поэтому не знаю. Вот я не понимаю, как Кроки со своими аурами, спиритами и так далее не отдоминировал. Так, хвост бимчиком. Показал Хане, кто тут хозяин. Говорит, на тебе еще, на! И Хане улетает. Но если бы он не улетел, ему пришлось бы, наверное, помереть. Тут прилетает Нотелл, раскручивается виспами. Еще одна тычечка, но хвост спокойно отходит себе дальше. И хавает Ангусик. Я бы на его месте дальше не выходил, потому что висп может опять прилететь. И показать ему, что же значат его виспенки на таких низких ловелах. Нюк это очень хороший. Нотелл возвращается на мид-кэрри. Так, подкидывает Дэнди. Дэнди Рефракшн. За ним гонится Эра с Нутеллом. И прячется. Прячется Дэнди. Есть! Второй килл. 2-1. 2-1. В это время где-то убила кристалка виспа. Где? Ага, тут вверху. Походу вышла и занюхала. Ну, хотя бы размен какой-то. Конечно, виспа тут тоже можно считать мидер на мидер. Но тут Эра, поэтому нужно разменивать виспа Эру на Дэнди. И то лучше нежелательно это так делать. Так, смотрим. У нас внизу хвост гоняет Хани. Эра вообще не боится такой. Говорит, подходи, я тебе камушков насыплю. Но в миде уже 3 есть персонажа из команды Нави. Так, подтягиваются фнатики тоже на мид. И опять тишина. Да, попал он под Дэнди. И это опять выезд на Дэнди. Но тут приходит Куракай. Куракай кидает своего спирита. И Эра с Нутеллом понимает, что лучше им тут не воевать. Так, примораживают Эру. Нутелл виспятыми настреливает по Куракаю. Бросает шар трехочковый. И это смерть Куракая. Прилетает Хани. Прилетает Флай. Тут уже Дэнди. Уходит на базу. Опять кто-то тпшится. Пупея гонят. Не догоняют. Фаник притпшился. Но ему приходится опять убегать. Но его скорее сюда гоняет Хани. И это... Три в ноль. Так, прилетает Хвост. Ключает ультимей. И забирает Эру. Какой молодец. Куракий гонит спиритом. Но никого они сейчас догнать не смогут. Им лучше идти за виспом. Потому что Хани явно отэвейдит все это. Так, Трикси подошел. Нутелл на него притянулся. И, как мы видим, счет 5-2. Но, как вы знаете, ранее фраги очень мало решают. Это не лейт далеко. Да, есть буст по экспе. Голды там не так уж много дается. Но потом будет... Очень плохо. Если вы будете умирать. Тем более, буквально же сегодня Альянсы показали... Ну, как показали? Почти показали, что возможен камбэк. И с 15 тысяч золота и экспы преимущество. Опять лаги. Если у вас есть, конечно, герокоптер. Но все мы знаем, Templar код Денди. Она может наносить огромнейшее количество урона. Просто... Просто с руки. Тем более, будет блинк. Есть инвиз. Есть очень большой минус армор. Хвост. Хвост. Луна. Тоже, если она вынесет свои итемы. То... Это будет очень быстрый разнос баз. Это, наверное, даже лучше, чем герокоптер. Потому что ее вот эта вот пассивочка Мунглэйвы летает по всей базе. Так. Есть хороший шейклшот пахани. И просто сбрили двумя нюками. Сейчас. Так. Пупей. Походу, сейчас буду забирать. Рушкой на миду. Хотят. Эра с нутелом. Пушат ее. Так. Пупей живи, нутел умирает. Какой хороший дух. Сейчас возможно принять эру. Ешейклшот засыпали. И фаник своей стрелой выписал очень хороший хэдшот. И показал, что не каменяшка. Не ходить тебе по нашим лесам. Хорошо отыграли. Уже 5-5. Последних 4 кила делали Нави. Командные ТП. Командные действия. И смотрим. У нутел уже почти шестой левел. Сейчас будет ульт. И тогда будет... Ой, как плохо Нави. Эти влеты. В самую гущу сражения. В стине. Который сразу же засыпает с виспятами. Это такой бешеный дамаг. Так. Опять лах. Как вы видите в чате тоже все такие... Ааа, нет. Какие лаги. Задрали. Закинул крипа хвосту. Хвоста сразу минус 200 хп. Серьезно? Ааа, он на четверочку тост прокачал. Ну тогда все понятно. Так. Нутел встретились с фаником. Нутел забрал руну. Разбежались. Хвост очень-очень покоцанный. Его эра закидывал тосами. Два раза кинул. Пришлось фасточку отпить. На тебе еще раз. Минус 200 с чем-то. И. Как ни странно. Ни одного медаса. Правильно пишет. Потому что прошлые игры были сплошные медасы. Так. На тебе куроки. На 225 крипочкам. Буду еще вайпер. Вайпера тоже хорошо закидывать. Мипо тоже классно можно закидывать в тени. Какой он в тени? Он далеко не в тени. Он огромный. Да. Бедный хвост. Ему весь регенту позбили. Конечно же. Есть висп. Который очень хорошо регенит ману Эре. Поэтому. Поэтому Эра не стесняется покидать тосиком. Но у него осталось буквально на один прокаст. Сейчас еще наберется ман и будет на два прокаста засыпать и тос. Но в драке я думаю этого хватит. Учитывая что с руки у него дамага сейчас 158. Это будет летать 130 где-то чистого урона. Смотря какие резисты. Купей вообще ничего не делает. Стоит. Замаксил Аркан Ауру. Чтобы хоть как-то помогать своим тиммейтам. И есть ульта. Ну у Кроки понятно. На шестом решил ульту прокачать. Да. На чем пахнет часто это встретишь. Так. Фнатик против Дэнди тут стоят. Все мы знаем. Дарксир это лучшая контра для Темпларки. Потому что своими колючками сбивают ей рефрекшн. Так. Ого. У Эры уже 430 мувспид. И опять видим лах. Но скорее всего тут будет какая-то битва. Потому что тут Хани у нас в смоке. И Трикси походу заманивает на себя. Как бы сейчас не проснулись. А тут кучу фрагов. Ой-ой-ой. Тепешится Ну Тейл с Эрой. Прям в центр битвы. И... Видим Дэнди. Куракай. Флай. Пупей. Я не знаю. Это просто какой-то... Не знаю. Дом восковых фигур. И... Это все застанилось. Так. Умирает Кани. Он умер. Он умер тут. Хвост подошел тут. А все остальные разбежались. 5-6. Всего лишь одного потеряли. Я думал тут сейчас будет где-то там 4 в 3 размен. И решили забрать этот Тайер. Это размен. Так как Энигма будет запирать Тайер на миде. Так Хани бросает свою урбу. Будет ли врыв? Да, есть. 2 ТП. Есть. Эра прилетел. Закинул хвоста. Хвост успел разультиться. Но всего лишь 2 бимчика проскочило. Выезд за Дэнди. Дэнди тут отъезжает. Конечно, Куракай пытался своим спиритом что-то делать. Дэнди не успел добить Нутейла. У него осталось буквально 30 ХП. 30. 290. 385. И это 0 в 2. 7 в 6. Нет, кого-то потеряли все-таки. Так, Пупи отходит. Пупи включал в Новый год. Да, фармил. Куроки. Куроки. Поставил использователь Тун. Но не знаю где эти гребаные лаги не позволили показать. Все. Хорошо продавливается наверху вышка. Смотрим кучу телепорта вниз. Это значит, собираются либо гангать, либо забирать Тауэр. Что там? Фанник настреливает. Да, у Таура осталось совсем пиписечка тут. И они его забирают. Дэнди, конечно же, забирает. Есть ТП. Почему бы не постоять? Хани. Ульта. Эра прилетел. Так, рефрекшн. Ну, Тейл. Какой хороший Блэк Холл. Засосало хвоста. Его надамаживает Эра. Куроки. Ульта. Дух. Стеночка Дарксира. Стяжка. Стяжка, конечно, неплохая. Дэнди. Дэнди его видят. Он думал спрячется. Фанник успевает кого-то убить. Размен. 2 в 3. Бедный Куракай сейчас тоже умрет. Но он затягивает, затягивает. Он на себя вытягивает, чтобы успел Фанник убежать. Так, запустил духа. Тут обходит его Хани. И, ну, конечно же, умрет он. Но очень-очень много времени выигрывает в своей команде. Просто манся, манся, манся. Я думал, сейчас его еще только ТТП, что он себя добьет. Очень долго жил. Это очень хорошо. Но, размен не очень хороший. 10-9 счет. Давайте глянем графики. 3000 голды для Нави. И почти 1000 экспы для Фнатиков преимущества. У Элдер Титана уже есть ПТ-шка. Так. Тини. Глофс оф Хейст. Конечно же, это Мидас. Что же это может быть еще? Ну, Мидас для Тини. Это не такой юселси тем, как для остальных. Он, конечно, дает прирост по бабу и так далее. Но он и добавляет скорость атаки. Что очень важно для Тини. Так как у него 1,07 секунд на атаку. Это сейчас плюс 15 скорости. Когда нас собирает, будет плюс 30. И у него будет как раз атака в секунду. Так, Фанник стоит, ждет чего-то. У него есть Мека. У него почти есть Форстаф. Дэнди решил. Пойду-ка я сразу на Рошана. Чего тут затягивать? Как мы видим, он собирается в быстрое БКБ. Потому что Даггер ему вряд ли чем поможет. А вот контрить вот эти засыпы, стяжки. И пака того же Нуки очень-очень нужно. Дэнди нужно жить. Потому что он один из главных ДПСеров. А под Аурой Куракай это должен быть очень-очень большой урон. Так как там срезается вся основная броня на 100%. Все резисты на сколько там процентов. На 33% магический и физический резист. Но это, вы понимаете, очень-очень много. Так, я не понял, у кого тут ее уйдут. Так, у Виспа? Нет. Так, сейчас идет погоня за Эрес Нутелло. Но они спокойно уйдут. Да, за Тир-2 там им бояться нечего. Вылетает за хвостом. Хвоста присыпали. Это минус хвост. Да, у него, конечно, был Аегис. Поэтому он живет, но появляется прямо на стенке. Успевает разультиться. Какой хороший ульт! Убивает Эру, убивает Дарксира. Тут даже Куру можно было бы убить. Есть Новый Год! И забирает Айпака Хани! Аааа... Я, конечно, это не увидел. Я закрой. Смотрел, но... Очень хорошо. Тут... Там парочка с пупеями Кроки. Еще Флая загоняют. У Флая есть, конечно, Блэк Холл. Ты никогда не могла оставить секрет. Какая жара сейчас. И это только первый матч. Серия П-105 напоминает. Нас могут ждать как три матча подряд. Одна команда раскатит так и до пяти матчей. Но, скорее всего, это будет четыре матча. То есть, одна отожмет. И все. На русском это называется серия лучше, ну, до трех побед. Дэнди, какой бесстрашный. Остался. Осторожно. У Хани есть. Нет, не у Хани, у Энигмы. У Флая есть Бэк Холл. Поэтому, если затянется, я думаю, он не пожалеет даже в одному Дэнди. Так, у Дэнди уже почти БКБ. БКБ, конечно, полезный артефакт. Но добавляет он очень мало урона. Но жить, жить нужно. Чтобы вписывать хоть какой-то урон. 183. 108 плюс 121 под ДД. Так. Хвост тут фармит лесочек. Спокойненько себе так. У него уже Глэйвы третья пассивочка. И, да, собирается забирать Т2. Будет ли врыв? Вполне может кто-то ворваться, но решили. Нет, нам это не нужно. Отдадим вышку и выцепим кого-то одного и убьем его. Самая лучшая логика игры с виспом это одиночные ганки. Либо врываться в замес, когда тебя никто не ждет. Так. У Эры уже есть деньги на поинт бустер. Аганим у него появится минут через 7. Если он не будет никого убивать. Если его не будут убивать, это тоже немаловажно. Так, смог от Нави. И... Почему они все тусуются возле Рошана? Им уж недавно убили. Дэнди. А, Дэнди с хвостом на себя заманивали. Но хвосту стало скучно, он решил, поубивай-ка я крипов. И опять у нас затишье на карте. Хвост фармит вражеский лес. Нави все практически на миду лайне. И... Неужели они хотят пойти на миду... По миду на Т3? Будут заходить на хайграунд? Серьезно? На 21-й минуте? Ну, посмотрим, что из-за этого выйдет. У них пропушен топ, конечно. Они могут сейчас потерять вышку. Так, залили. Но ни по кому не попал. Ну, это просто анти-пуш. Стратегия так. Дэнди отблинкался, что ли? Куда он делся? А, он просто убежал. Чуть-чуть понапрягали. Заставили фнатиков зажаться на базе. Если влетит эра, это будет просто минус 5. Потому что он своим блэкхоллом, думаю, затянет всю команду. По крайней мере, большинство из команды. И все, кто не в блэкхоле, будут в первую очередь контриться. Потом начнут всех остальных раздамаживать. Все нюки туда посыпятся. Все дамаги, там щитки, стяжки, стенки. Ну, я думаю, стяжку будут делать перед блэкхоллом. То есть стенка, стяжка и блэкхолл уже туда. Это была бы очень крутая комбина. Но такой еще проверим нужно. Так, висп куда-то улетел. А, какой красавчик он. Отлетел отсюда, чтобы прилететь вот сюда. Дэнди сам в одиночку такой. Стоять! Стоять! Вас трое! Я один. Ну, там, конечно, сзади кто-то идет. Охо-хо-хо-хо! Включил БКБ. Знаю, что за ним идет его команда. И... Все, Дэнди без БКБ сейчас. Но это скорее факт устрашения. Он показал, что сейчас я вам всем по жопу напинаю. И теперь у Дэнди 9 секундная БКБ. Да, будут забирать вот этот улайн. Так. Тут есть вера. Шейклшот какой? Фанни! Ульта! Две ульты. Ульта от хвоста с куракаем. Просто разложилась сейчас Энирму. Не знаю, на молекулы. Они сами не рады, что попали под это все. И... Дамажит Т3 через Backdoor Protection. Дэнди понял. Не может. Он не Клинкс. У него нет кучи дамаги. По крайней мере сейчас. Нет. Очень-очень интересная игра. Сейчас есть небольшое преимущество у Na'Vi. Но все мы помним, что могут творить фнатики с Na'Vi. Допустим, разбить их в 3-0. И... Галда. 12 тысяч. Экспа. Тоже что-то там недалеко от 11 тысяч преимущества. У Na'Vi сейчас преимущество. Им нужно додавливать. До того момента, как Тинни нафармить себе, а гоним. Ну вот, через 3 минуты мое предсказание. Но вряд ли оно сбудется. Ему еще нужно 1800. Хотя за 3 минуты можно с Медасиком все это нафармить. Опять лах. Нет. Нет. В чат пишут. Нет. Не опять. Снова. Задрали уже. Так, Дендик тут... То ли стакал, то ли просто пытался зафармить. И собирает он Яшу. Да, это скорее всего будет выход в Манта Стайл. А потом... Ему сейчас нужно выжимаемость. Ему нужны статы, чтобы переживать все вот эти вот Тосы. Плюс 3 темпларки всегда лучше, чем одна. Это такой эффект, когда против тебя 3 Денди. Очень, наверное, по нервам бьет. Манта уходит хвостиком за Эрой. Но это понятно. Они-то в любую точку ворвутся, когда захотят. Вот сейчас... Кто тут? Флай один остался. Дефит низ. Своими эталончиками. Нави практически все на мид-лайне. И... Так, смотрим. Что же сейчас будет? Минутка хвоста, который фармит Энчента. Хвост! У тебя есть Доминатор. У тебя есть Ультимейт Орг. Это будет Манта. Манта Стайл, походу. Да, со старта. Ну, не хек же ему собирать. Так, до Рошана целых 7 секунд. Нави об этом узнает. Тут есть ловушечка от Темпларочки. И... Все тихо, спокойно. Как это можно комментировать? Думаю, Рошана они завалят очень быстро. Потому что... Там есть Куракай со своей аурой. Там есть Дэнди. Со своим... Супер дамагом. Плюс с минус армором тоже может. Супер дамаги наносить. Все, поехали. Пришел хвост. Все тут. Тут Фаник. Где Куракай? Куракай завардил все. Неужели Нави начали покупать варды? Наконец-то да. Хвост забирает. Это даже правильно, что хвост забирает. Потому что в прошлой игре Дэнди не использовал Аегис. И... Хвост, наверное, будет больше дамаги наносить. У него все-таки по всем этот мой дуэк скачет. И можно сохранить ульту. И разрультиться после того, как ты врешь. Включить БКБ и тупо всех подобивать. Тоже хорошая тактика. Так, Хани. Стрикси прячутся. А есть ли у них ТП? Да, да, да. Все, пошел назад ТП на базу. Дэнди в смоке стоит. Это байт на хвоста ждет. Вдруг влетит кто-то. Но я думаю, фнатики не такие тупые, чтобы вестись на это. Ой-ой-ой, как далеко. Бросает криточков сейчас. Эра. Эра. Уже нету половины вышки. Практически никто не пострадал. Хвостула сняли буквально 200 хп. И все. Ждут следующих крипов. Дэнди пока расставляет волнышки. Для отступления. Стопает крипов. Да. Я думал уже сейчас. Кстати. Можно же закинуть Флая. И он включит. Свой Блэк Хоу. Вот это страта вообще с Эрой. Почему? Давай, Флая закинь. Наверное, они тоже об этом подумали. Потому что Флай тусуется рядом с Эрой. Дэнди не дает задонать свои ловушки. А просто берет и взрывает. Говорит, замедляйтесь. Так. Но он их использует просто вместо вардов. Сейчас пошел дух. Отогнал. И опять. Так. Засыпали. Влетел в Хани. Фаник. Фаник не связал. И уходит. Все. Опять отступили. Мне кажется. Нави. За недавние игры. Поняли. Одну вещь. Что можно. Просто. Побить. Побить. И когда опасно. Отступить. И так вот. Туда-сюда. Кайт. Кайтя. Могут. Просто. Зарешать игру. Тайер. 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 Просто все камушки в лоб ловит. Так. Залетает. Хани. Есть Сава. Но хвост включает. БКБ. Примораживает. Хани. Есть Бим. Стрела. Но уходит. Давай хвост. Да. Не дерутся. Не дерутся. Потому что флай. Вот что-что. А флай. Очень. Мешает. Слаженным действиям. Сейчас. Команда. Потому что. Заставляет. Их. Держаться. Чуть ли не в рассыпную. Так. Есть тяжко. На стенку. По хвосту. Блэк. Холл. Цевочка. БКБ. Новый год. Сколько дамаги. Сколько дамаги. Выкупается. Дарксир. Выкупается. Тинни. Это был. Три в ноль. Три в ноль. И. И два выкупа. Это как. Это как. Пять в ноль. Так. Добивают сейчас бараки. Стеночку не трогают. Там все пытаются досыпать. О. Стянул. Как раз. Когда стеночка ушла. Ну. Тут очень мало шансов. Фнатиков на самом деле отбиться. Еще. Поверху идут. Да. Пойдут сейчас стоп сносить. И. Без пака. Врыв. Очень плохой будет. Бэк Холла. Нету. Есть ульта. Конечно. У Нутелла. Но я не думаю. Что это что-то зарешает. 130 секунд продержаться. И нету до сих пор аганима. Не хватает тысячи. Тридцать первая минута. Хвост опять БКБ. Тридцать первая твера умерла. И все. Сейчас пол базы его углевы снесут. Так. Увы. За фаником он форстафнулся. Не дает ничего. Дэнди в щитке. А что ему. У него рефрекшн. Кидай не кидай. Тос. Так. Приморозили. Флай. Флай. Мертвый против БКБ. И. Сейчас. Сейчас умрет Эра. Нет. Не умер. Очень битый Кроки. Очень битый Дэнди. Очень битый Пупей. Хвост. Но это минус верхний лайн. Пошла ульта. От Кроки. Но это скорее на отход. Есть бимчик. Ну будут. Да. Нави хотят додавить. Они связали Эру. У Эры. 500 хп. Ну Тейл. Давайте просто включим сейчас состояние выкупа. Байбеки. И смотрим. У кого есть байбек. Байбек есть только у Флайя. Все. Все остальные выкупались. Мне кажется. Уже можно писать гг и следующую игру запускать. Потому что. 20 тысяч преимущества по золоту. Больше 20 тысяч по экспе. Конечно. Камбек возможен. Но у него очень маленькие шансы. И это. Неизвестно что должно случиться. Чтобы. Чтобы это произошло. Так. А. Вот кто у нас с Иулчиком. Это Пупей. Чтобы быстро бегать. Так. Его находит Хани. И. Сейчас будет минус Пупей. Нет. Отошел. Включил БКБ. И убегает. Пупей. Конечно. Потерял. Один заряд БКБ. Но вылет от. Хань. Оэры с Нутеллом. Не закончился ничем. Дэнди пушит пока. Понизу. У него есть Кристаллис. Яша. Интересно. Какой он артефакт первым добьет. Дайдаус или Монту. Сашу Яшу он вряд ли будет собирать. Хотя. Кто его знает. Вот странно. Что у Дэнди нету Блинк Даггера. Все привыкли видеть Дэнди с Блинк Даггером. Засада. Ждет кого-то. Просто кого-то ждет. Посмотрим. И странно что у него нет никакого сета. Сейчас. Давайте вот так вот включим камеру. Уху. Дэнди убегает. И опять лаги. Какого черта. Видим это бревно с аганимом на 34 минуте. Наконец-то он собрал. К себе. Да. Сейчас он станет намного мощнее. У него появится сплэш. И конечно увеличится урон от ТОС. А на сколько урон от ТОС. Так. Бонус ТОС. Угу. По третьему 65%. Может. Это. 500 дамаги от ТОС. Нехило. Нехило. Аганим. Да. Очень крутая вещь для Тини. Так. Хвост. С Дэнди. Понизу. Вдвоем. Убили куру. Убили куру. Да. Я видел. Как летел. Но я думал это ихняя. Кура. Черт. Не спалил я этого. Не показал этот момент. Ну что. Нави. Пора отомстить за куру. И они собрались тут. Тэнди забрал иллюзии. Да. Рошана еще полно. Полным времени. У хвоста есть. Линкин сфера. И. Баттерфляй. Вот что он собрал с ультимейт орба. Он собрал себе линкин сферу. Но решил что она ему будет важнее сейчас. Она добавляет конечно ему статов. Немножко. Немножко урона. Немножко регенерации маны. Но и конечно дает возможность себя засылить. Очень с его играет через баттерфляй и линкин сферу. Что? У кристалл мейден тараска? Пупей. Остановись. Узбакуйся. Что ты делаешь? Ю. БКБ. Транквилы. Мидас и тараска. Это. Это новый год. Очень долго. Это очень долго новый год. Но у него 4-1-11 стата. И можно сказать что ЦМочка тут очень зарешала. Ну что ж давайте последим. Давайте даже атаку походим. Так. Куда вы пошли? Нет. Мне не нужно урса. Не урса. Урса. Так. Ура. Бежим, бежим, бежим. В смоке. Убегут ребята. В смоке. И сейчас будет замес. Пора отключать эту камеру. И включать нормально. По хвосту накидывают сейчас скрипочками. Но хвосту уже пофиг. У него есть линкин сфера. У него есть номинатор. БКБ. Щит иммортал. Ой, какая связочка. Фаник молодец. Есть сало. Есть ульта. И хвост разожил всех. Ну. Очень быстро. В принципе справились с 3-7. Хотя это так быстро. Но побили комбину от Фнатиков. Ихнюю коронную комбину нами показали. Что плевали на мы на вашего Виспас Тинни. И выиграли этот матч. Сейчас у них плюс мораль. Следующий матч очень скоро на канале. С вами был Киборжик. Всем пока.